Всем привет дорогие друзья, рад вас приветствовать на своем канале, с вами Виторган177, сегодня у нас на обзоре карта Джоне Кройс Бас Мисс Векс. Из описания, наш дорогой друг из Италии стал уже в доску свой, и поэтому мы плавно переносимся на другую локацию к другому персонажу. На этот раз в селение Энн был направлен житель нашей необъятной страны, прибывшей из Франции. Мужичок небольшого роста, догадываясь, как его прозвали наши мужики. Первым испытанием ему досталось довести оборудование для гаража на Кразе. Подъехал к нашему волшебному озеру и не знает, как дальше проехать, ведь моста нет. Вы ему стали рассказывать про магнитные волны, которые излучают это озеро, и все железные изделия могут свободно левитировать над ним. В итоге пришлось вам его аккуратно вытряхнуть из кабины Краза самому проехать это место. Глядя на это, он сказал Джоне Кросс Пас Мес Кекс, что в переводе на русский звучит как глазам своим не верю. И это было еще не все. Дальше удивлений ему не было предела, когда он дальше стал с нами работать. Значит на карте ребят будет, то есть 4 версии карты для одиночного прохождения и мультиплеера, осенне и летняя тематика. Гараж во всех версиях закрыт, не пугайтесь, его искать не надо, просто надо доехать все время по прямой. На старте 4 автомобили заменяемы, МАЗы 7310, 9 точек разведки, 1 гараж закрыт, 2 топливные станции, если проходить одному и 1 для мультиплеера. 4 лесопилки для одиночного прохождения и 8 для мультиплеера. Присутствует автопогрузка в аркаде, 2 точки погрузки для одного, для АМП надо собирать бревна. На лесоповале есть Кассисот с погрузчиком и Урал с граном. Всем приятной игры. Ну что ж ребят, поехали дальше. Едем дальше мы с вами. Если что ребят, автором данной карты у нас является князь тишины, он же Сергей Невраев. Долгожданная, я бы даже сказал бы, работа от данного автора, потому что карт очень давно от него не выходила. Реально давно не выходила. Я был безумно рад, что карта появилась. На момент обзора, ребят, значит была взята карта самая хардкорная. Во-первых, она осенняя. Вот, да, осенняя. В осенней версии у нас немножко изменена растительность. И, о, ни хрена себе бревно нашел. Нормально. Значит, в осенней версии у нас изменена растительность и дороги, так скажем, более расквашенные. Вот, в летней версии, и взята версия именно для мультиплеера, там где 8 лесопилок. Вот, в летней версии дороги, так скажем, более стабильные, то есть меньше будет грязи. Вот, и немножко также будет отличаться растительность. Ну, это как бы основные такие, да, вот, ориентировочные показания по версиям карты, потому что, еще раз напоминаю, их будет здесь 4. Присутствуют своеобразные пометки, значит, в названии непосредственно самих файлов этих карт. Значит, пометочка с единицей и буква L. Это значит, прохождение для одного летняя версия. Вот, допустим, также будет четверочка и буква L в названии карты. Это будет означать, что карта для летняя, для четверых, то есть для мультиплеера, да. Вот, также будут то же самое, также будет единичка и четверочка, только для осенней версии. Я, походу, застрял, только на чем я застрял, я понять не могу. Ну, на самом деле, а, там камень, ребят, вон, там камень у нас под водой. Понятно, почему я встал. Я думал, у нас здесь только грязь, не, нифига подобного, у нас здесь еще и камни. Смотрите, у нас тут бревна валяются на дороге. Можно сразу, наверное, даже, вы знаете ли, отчасти мониторить, где тут бревна валяются, а потом, впоследствии, их можно даже и собрать. Блин, они реально мешают ехать. Вот, вон, прицеп, смотрите, уперся только что у меня задними осями, и что это... Просто тупо не хотел ехать. Грязь, на самом деле, сделана очень красиво. Видно, что где-то глубже она сделана, где-то чуть мельче. Оттого у нас, так скажем, автомобиль местами кренится. При прохождении этой карты на дефолтном транспорте, я так думаю, будет достаточно очень даже тяжеловато. Именно вот осеннюю версию карты я, наверное, рекомендовал бы проходить исключительно на каких-то таких более проходимых автомобилях, нежели дефолтные, потому что вот буквально стоит по крышке скрыться в грязи, и автомобиль тупо начинает буксовать, а не ехать. Вот, это, конечно, ущербность отчасти дефолтного транспорта. Ну, кто любит помесить грязь, так скажем, стоя на одном месте, то, я думаю, вам эта карта подойдет. То есть, вам эти грузовики подойдут. Вот, я же, если намылюсь стримить эту карту, безусловно, автомобили буду брать более, так скажем, проходимые. Может быть, конечно, не Урал-Виторган, да, вот, не КамАЗ-Виторган, вот, ну, что-то подобное. Что-то подобное, ну, банально, наверное, возьму, как всегда, пак Уралов своих, да, там, к примеру, там, Синий Урал взять, и, к примеру, взять КамАЗ, тот же самый 4310 от Девила, вот, и я думаю, спокойной душой можно будет пройти эту самую карту. В целом, ребят, в целом, по карте, из всего того, что я увидел, вообще, конечно, достаточно очень все приятненько сделано, очень красиво, детализация на уровне, на самом деле, все смотрится очень красиво и качественно. Блин, нас что-то сносит куда-то вообще в сторону, ну, надо было немножечко все-таки ехать по центру, зря я немножко сместился, буквально в маленьком право, и тут же нас засандалило по самые... вы понимаете. Дорога очень длинная, буквально с места спавна проехали всего ничего, сразу мы нашли с вами гаражные части, после чего гаражные части мы эти самые, вот, уже сколько тащим, блин, я уже, честно говоря, немножечко начинаю припотевать, что называется, ну, это не буквально, конечно, так, фигурально, вот, проблематично, проблематично перебираться по данной местности на дефолтном автомобиле, но выбора нет, выбора нет, единственное, что можно было сделать, взять этот КРАС на буксир Уралом-Виторганом, например, он тоже присутствует на обзоре, ровным счетом, как и КАМАЗ-Виторган, также присутствует ЗИЛ-157 Лесоруб, и УАЗик от Дэвила-38 РУСУ, который подарочный у меня, фирменный, так скажем, но не знаю, насколько будет актуален здесь УАЗик, может быть, на летней карте можно было бы на нем и просекать, а на осенней версии, тем более, что это для мультиплеера, ребят, версия, она самая, так скажем, хардкорная, ну, на самом деле, несколько все проблематично, но, тем не менее, пока мы с вами тут ля-ля-та-поля, в целом, мы с вами практически доехали уже до гаража, вот она точка разведки, до которой мы так долго ехали, и, собственно говоря, вот он, он гараж, если что, ребят, обзор я записываю в режиме аркада, в режиме аркада, слушайте, а здесь что? А, ну здесь, наверное, обычный, самый, что ни на есть, обычный брод, по воздуху мы здесь уже не поедем, к сожалению, причем проезжается он достаточно очень лайтовенько, блин, клевенько, кстати, брод сделан вообще офигенно, да и в целом речка красиво сделана, и вот таким вот, ребят, волшебным образом я вот на обзоре открываю гараж, я не буду, наверное, все точки разведки открывать, что называется, самое такое, что ни на есть, важное и важнейшее дело я сделал, а именно я открыл гараж, вот, еще хотелось бы мне, безусловно, посмотреть оформление точки погрузки, для этого мне нужно, ну, не знаю, куда мне надо приехать, честно, откровенно говоря, так, топливная станция, ну, тоже хотелось бы на нее попасть, ну, ладно, точка погрузки, это куда актуальнее, вот, вот такая, вот так вот у нас здесь сейчас Урал стоит в воздухе, вот, как автор добился СИЕ, я не знаю, вот, но выглядит, конечно, несколько неоднозначно, реально неоднозначно, там, смотрите, у нас в этом месте там вода бурлит, кипит, я не знаю, что там происходит, короче, автомобили реально здесь левитируют, ладно, едем с вами дальше, давайте все-таки каким-то макаром мы с вами поставим ориентир, грубо говоря, вот, ну, точка бревен, а, погрузка бревен, да, здесь у меня нет, получается, козлов для погрузки, потому что я выбрал самую хардкорную версию, нет у меня козлов для погрузки бревен, вот, то есть отсутствует точка погрузки, вот, но присутствует для режима аркада автоматическая погрузка бревен, безусловно, это тоже можно считать, как за плюс, ну, вот, но лично для меня это просто какая-то такая своеобразная, недостижимая параллель, потому что я в режиме мультиплеер всегда карты прохожу исключительно только в режиме симулятов. Коварная дорога, буквально дефолтный Урал 4320, к примеру, здесь нехило так может прилечь, что называется. Так, нам надо было здесь налево повернуть, я так думаю, но ничего, благо не сильно засажен лес у нас тут с всевозможными растительными элементами. Так, захреначил я борт, вот такой я теперь пожеванный, мальца. Ну, в целом, дорожка, ребят, здесь достаточно такая, что называется, адекватная, здесь камни у нас валяются, та-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан. Главное, не надамажить автомобиль. Давайте попробуем, сможем ли мы проехать, к примеру, вот здесь вот через реку. Глубока ли река? Да нет, в принципе, не глубока. Так, не доплыть нам с того берега. Хотя, может, доплывем. Все-таки Урал-Виторган это мощь, это сила, это читерство. Ха-ха! Вот, но тем не менее, мы должны с вами доехать, я думаю, до противоположной стороны этого берега. Конечно, блин, на дефолте будет здесь крайне хреново, ребят. Реально крайне хреново, учитывая, что здесь везде и всюду еще плюс ко всему валяются камни. Они безумно мешают проехать. Автомобиль буквально не то там виснет на них, не то еще что-то делает. Короче, Урал-Виторган здесь нехило прикуривает, я хочу вам сказать. Так, и причем вот камни, как бы в самой реке, камней-то особо я не наблюдаю, вот, в самой реке, да, но зато они вот только стоит подобраться к берегу. Здесь они в огромном количестве валяются. Так, ну, в принципе, вроде бы дно видно, все вполне адекватно, то есть нет никаких бездонных рек, что называется, да. Так. Так, а здесь-то мы с вами нормально, проедем. Ой, не проедем, наверное. Воткнулся я. Надо как-то по диагонали, что ли, эту местность проехать. Давайте попробуем диагоналочку, да. Хотя вот здесь чуть правее, можно было бы вообще из каких-либо проблем, по-моему, проехать. Ну, ладно, вот так вот мы с вами по диагонали проехали. Ну, ничего страшного, я думаю. Так, здесь опять давайте нырнем в кусты. Короче, прокощунил буквально всю карту, ребят, вот и до. Реально прокощунил. Ни хрена, тут типа у нас дорога какая-то есть, представьте себе, вот она вроде как мазня какая-то коленая. Блин, офигеть. Типа здесь автомобили могут ездить. Ну, вот у нас здесь, да, автоматическая погрузка бревен. Также валяются у нас длинные бревна слева и справа. Плюс впереди у нас, ребят, валяются также длинные бревна. Где-то тут должен быть еще К-700, кстати говоря. Который я пока что не наблюдаю. Ну, длинные бревна, это очень хорошо на самом деле. Очень хорошо. Вот, кстати, короткие бревна. Вот короткие, следом у нас лежат средние, чуть дальше опять длинные. Вот, то есть здесь, в принципе, бревен реально хватает. Как бы погрузиться здесь можно, ну, вообще без каких-либо проблем. Ну, давайте проберемся, попробуем пробраться до топливной станции. Оформление топливной станции тоже, в принципе, немаловажная вещь. Еще раз напоминаю, обзор записываю по самой хардкорной, так скажем, версии карты. Здесь у нас всего-навсего одна топливная станция. Для одиночного прохождения будет две топливные станции. О, ни хрена сей. Шуть. Дерево посреди дороги растет. Ну, дорога тоже здесь, на самом деле, несколько так это понятие растяжимое. Грубо говоря, намазанная грязь. Да и все. Блин, такие эти пачки здесь лежат необъятные. О, а здесь... О, корабль, корабль, корабль. А здесь что-то у нас такое непонятное вообще, что это. Корабль. Ну, главное, чтобы нас не подвела ЦДТ-шка этого корабля. Хотя, вы знаете, я еще К-700 проверю. А, здесь должен быть стоять К-700 и Урал-43-20, кстати говоря, относительно автомобильности на лесоповале. Ох, ёпта. Ой, смотрите, какая здесь охабочка-то, ёшки-матрёшки. От души. Реально, от души, ребят. Смотрите, здесь сколько... Ой, бревен-то, мама родная. Сколько здесь. Офигеть, ребят. Ну, здесь реально погрузка больше похожа именно вот под К-700. Ну, вот. На К-700 здесь очень будет комфортно грузиться. Вот. А то, что мы вот там вот в первый раз с вами видели, там больше вот, если вы приехали с краном-манипулятором, то там, да, там лучше с краном-манипулятором лучше грузиться. Единственный недостаток вот этого корабля, ребят, что вот я могу сказать, то, что у него несколько неадекватная ЦДТ-ха. То есть мы можем сейчас с вами в него упереться и никуда не поехать. Хотя нет, вроде нормально. Нужным боком, что называется, он к нам сейчас стоит. Блин, а как мне отсюда теперь выехать? Наверное, надо было выезжать отсюда ровным счетом так же, где и заезжал. Так, нет. Дерево у нас не поддается. Это поддалось. Хочется побольше точек разведки открыть на самом деле, но не знаю, получится ли у меня или нет. Достаточно очень густой лесок, ребят, здесь такой. Реально густой. Вот, не знаю, проеду я тут или нет. Плюс ко всему, Урал 4320 достаточно очень габаритный автомобиль в плане ширины этого автомобиля. Колеса здоровые. Вот, поэтому может быть и пробраться будет здесь не так просто. Реально не так просто. Реально не так просто. И мы, походу, застряли. Ты втуда встрял? Да, ага, ждать неделю не видишь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Буквально вот точка разведки у нас перед носом, а мы с вами тут встряли по полной программе. Причем встряли. Не знаю, проедет, не проедет. Мне кажется, даже надо морду больше занести, нежели бок. Что называется, вытащить его отсюда. Давай, почти, давай! Давай, о, о, отцепился. Все, шикарно. Ну, будем дальше стараться пробираться. Ну, блин, не все так просто, короче, ребят. Нереально не все так просто, как хотелось бы. Оба, прорвался вроде, да? Прорвался, либо пробрался. Я не знаю, что я тут натворил. Ну, вроде как, дело пошло на лад. Позадамажил я к чертовой бабушке весь автомобиль свой. 231 очко урона уже нанесено. Ну, скощунил. Скощунил, ребят. Тут, как говорится, чего не взять, того не отнять, да? Я реально скощунил, и причем очень даже нехило. Вот, выбрались мы с вами на дорогу, открыли точку разведки. А вот он, 4320, кстати говоря, который я не заметил изначально. Вот, ну, благо, увидел после того, как я открыл эту самую точку разведки. Ладно, едем дальше. По идее, если придерживаться дороги, мы с вами... Да хренушки. Ни хрена не дороги надо придерживаться. Дорога у нас уходит куда-то в тупик, а нам надо, судя по всему, вот куда-то вот сюда вот ехать, скорее всего. И, может быть, мы приедем, может быть, вот сюда как-то добраться, да, до точки разведки. Так, здесь у нас вот такой подъемчик. Симпотненький достаточно. Врубаем четвертую передачу. Местами, да, валяются камушки, безусловно, они нам только вредят, но я очень хочу верить в то, что все-таки умудримся доехать. Ну, на крайнях, как говорится, табличка полигонов помощь, все-таки это, ребят, обзор. без каких-либо чрезмерных заморочек я эту табличку, собственно говоря, буду эксплуатировать. Ой, здесь у нас дорога для людей! Слушайте, ну я чувствую, да, я здесь вообще нехило, я так думаю, надамажусь впоследствии, что реально мне потребуется табличка полигона. Уже 354 урона нанесено. Урал 40, ой, да, Урал 43-20 и Дарган прикуривает них. Оп-та, смотрите, тут гейзер какой. Охренеть! Вот это красота! Вот что-что, а у такого я еще никогда не видел. Офигеть, ребят, реально офигеть, смотрите, там давайте посмотрим, как это выглядит ночью. Давайте я сейчас все-таки активирую табличку полигона. Нашел повод. Так, вот так вот, ребята, это выглядит ночью. Блин, ну это реально классно. Блин, реально красиво, да? С ума сойти. Вот это да. Ну, Серега молодец, вообще Серега молодец. Ничего не могу сказать. Ну, раз уж табличку активировали, естественно, сейчас отремонтируемся. А напупеннейшим образом, ребят, здесь все исполнено, прямо вот глаза радуются. Ну и вот, собственно говоря, ребят, о, в каком-то шалаше каком-то я туда показался. Вот, самопальный шалаш такой, ну в принципе сделано на самом деле очень симпотненько. Вот, здесь у нас получается, вот она топливная станция, локация, что называется, тут хоть обзаправляйся и в любой позе заправляйся и что называется не промахнешься. Вот, ну, значит, гараж мы тоже здесь с вами открыли, в принципе, вполне все очень комфортно здесь проезжается. Я не знаю, правда, можно ли здесь где-то скощунить, чтобы, например, попасть сразу вот сюда, чтобы потом заправиться. Давайте попробуем при выезде из гаража здесь можно повернуть направо. Вот, к примеру, чтобы туда вот на ту дорогу попасть, это вообще возможно, невозможно? Потому что круголя давать, сами понимаете, да? Что-то круголя давать совсем не хочется. Так-то теоретически здесь вроде не глубоко пока что. 260 в целом проезжает вот эту местность. Да, можно проехать, ребят, ну, может быть, как-то, я не знаю, ну, Урал-Виторган здесь вообще пролетит, град 260 тоже в целом проезжает, ребят, так что спокойно, да, спокойно можно здесь проехать, без каких-либо напрягов, и, собственно говоря, оказаться вот на этой дороге. Ну, ладно, слова словами, дело делом. Нам главное доехать туда до асфальта, а там, в принципе, уже, да, дело техники будет, там уже, как бы, особо я замар... Ё-моё, нифига себе, что тут за чертово колесо? Офигеть, слушайте, ну, масштабы, конечно, у автора такие, прям, офигеть, ёкарный бабай, посмотрите, что это такое-то? Слушайте, ну, здесь в натуре какие-то аномалии, ей-богу. Ой, куда это у меня точка разведки? Смотрите, в небо куда-то улетела. Ааа, жесть вообще, точка разведки прикурила по ходу дела, реально увидев все происходящее на этой карте. Фу, точка разведки, короче, ориентир вот этот, да? Блин, ну, реально, картотейка радует, реально радует, я не знаю, аномальная какая-то карта, вот, ну, сделано классно, сделано классно, сделано супер, я ничего не могу плохого сказать за эту карту, все реально сделано очень красиво, камушки какие-то у нас валяются, да, там, типа, размыло, там, я не знаю, что тут произошло, ну, карта реально аномальная, блин, интересно, так просто мы здесь проедем, вообще нет? А, ну, по идее, да, должны, да, вот, типа, обвал, заборы стоят какие-то, карта, ребят, полностью вся сделана по дефолту, вот, если что, да, карта вся сделана по дефолту, без каких-либо проблем, вы ее запускаете, играете и наслаждаетесь, что называется, вот, да, спокойно, ребят, мы здесь с вами доехали до локации заправки, здесь вы, что называется, заправляетесь, а дальше уже бой с песней, безусловно, так же, как я скощунил, наверное, так же скощунить не получится, по поводу вот этой дороги, тоже что-то, как-то, вы знаете, мучают меня смутные сомнения, да, мы на нее выехали, причем выехали, по-моему, вот здесь проехали, хотя вот эта вот дорога более адекватная, как на нее попасть более официальным способом, честно говоря, не представляю, может быть, каким-то там просиком, как-то, я не знаю, может, как-то где-то через реку, тут, а, вот здесь вот, вот, вот здесь вот тоже что-то присутствует, да, вот она, дорога идет, вот она, да, точно, вот, ребят, дорога идет, то есть можно хопа-хопа, вот так вот так, вот так вот так, короче, прежде чем ее проходить, ее по-любому надо обкатывать, блин, по-любому надо открывать точки разведки, и, собственно говоря, тогда уже будет более-менее всем все понятно, вот, потому что в целом, пока что, знаете, вот так вот на скидку я, как бы обзорчик-то у меня импровизационный сугубо был. Ну вот. Ой, колеса проваливаются. Вот. Обзорчик импровизационный. Вот. Поэтому могу сразу сказать, что очень много путаниц. Вот. Поэтому рекомендую карту перед прохождением обкатать, открыть, а потом уже все-таки, ну, не знаю, проходить ее, что ли. Все, ребят. Огромное вам всем спасибо за просмотр. Автору огромное спасибо за карту. Сергей прям молодец, что называется. Постарался на славу. Вот. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки и вступать в мою группу ВКонтакте, Витарган-177. Данную карту вы сможете скачать, увидев ссылку под видео. На сайте Estemods автор непосредственно эту карту опубликует сам, если что, вдруг. Вот. И в моей группе, безусловно, эта карта будет также опубликована. Все, ребят. Всем спасибо. Всем пока.